Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами принята в Карелии в конце прошлого года. Сейчас началась ее реализация. На встрече на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии депутаты обсудили ход мусорной реформы. Территориальную схему широко обсуждали с общественностью, отметил министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин. По его словам, в министерство поступило порядка 750 предложений от жителей республики. Учесть постарались все. Так власти отказались принимать мусор из других регионов и строить мусоросжигательный завод. Для начала планируется переход на разделение отходов органика-неорганика, а также строительство 14 мусороперегрузочных станций в районах и одного экотехнопарка. Он расположится вблизи мусорного полигона в Орзиге. Реализовать проект берется крупный инвестор. С ним со дня на день будет подписано соглашение. Что касается тарифа на сбор ТКО, Алексей Щепин заверил, повышать его не собираются. С тарифом на сегодняшний день, кроме того, что там инфляторы у нас есть, к тарифу никаких повышений и дополнительно возврат тех инвестиций за счет тарифа не планируется. Возвращать инвестиции, по словам министра, рассчитывают за счет прибыли, которые будут приносить такие отходы, как стройматериалы, щепа, а также отходы животноводства и канализационно-очистных сооружений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...